США призвали Азербайджан и Россию восстановить свободное передвижение по Лачинскому коридору. Соединенные Штаты серьезно обеспокоены тем, что Лачинский коридор заблокирован уже более 30 дней, что привело к острой нехватке в Нагорном Карабахе продовольствия, медикаментов и других предметов первой необходимости. Эти факты неоспоримы. Как сообщает Армен Пресс, такое заявление сделал посол США в ОБСЕ Майкл Карпентер на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ, в котором принимал участие и министр иностранных дел Раарарат Мерзаян. Мы призываем Азербайджан и Россию немедленно восстановить бесперебойное передвижение, придерживаясь своих обязательств, которые содержат гарантии, как вы процитировали Прим. Ред. Арарата Мерзаяна, безопасного передвижения через Лачинский коридор людей, транспортных средств и грузов в обоих направлениях. Продолжающееся нарушение личного и коммерческого передвижения по Лачинскому коридору может иметь серьезные гуманитарные последствия для людей, живущих в Нагорном Карабахе, сказал Майкл Карпентер. Посол США в ОБСЕ также поблагодарил МКК за оказание значимой помощи и призвал Азербайджан обеспечить соблюдение прав безопасности благополучия людей, проживающих в этом районе. Все государства-участники ОБСЕ обязаны обеспечивать безопасность лиц, находящихся на их территории, независимо от их этнической принадлежности, сказал Карпентер. Я с нетерпением жду содержательного обсуждения рекомендаций группы по оценке потребностей президента Польши под руководством Северной Македонии. ОБСЕ и ее различные институты имеют хорошие возможности для содействия Армении и Азербайджана, основываясь на нашем всеобъемлющем подходе к безопасности и опираясь на наши ценности, принципы и обязательства. У нас есть широкий спектр инструментов, которые можно использовать в этом конфликте, и нам нужно обсудить, как мы можем это сделать, заявил посол США ОБСЕ. Он добавил, что Соединенные Штаты призывают Азербайджан и Армению возобновить содержательные переговоры для разрешения своих споров. «Всеобъемлющее мирное соглашение – это единственный верный путь к прочному миру, основанному на нормализации отношений и взаимном признании. Мы также призываем Азербайджан и Армению расследовать предполагаемые злодеяния и привлечь виновных к ответственности», – сказал Майкл Карпентер. Посол США ОБСЕ добавил, что США для достижения всеобъемлющего и устойчивого урегулирования этого конфликта продолжат работать с Азербайджаном и с Арменией как на двусторонней, так и на многосторонней основе посредством таких партнеров, как Европейский Союз, ОБСЕ и международные организации. Продолжение следует...